Доброе утро, друзья! Любителей спрятаться за тонированными стеклами меньше, увы, не становится. Однако штрафы и угрозы получить 15 суток за невыполнение требования полицейского снять тонировку заставляют искать и находить ей альтернативу. Задумался об этом и Петр из Ярославля. Вот такое сообщение он оставил на сайте Авторадио. Грозит ли мне штраф за использование съемной тонировки? К сожалению, Петр, здесь не все так просто. В правилах дорожного движения сказано, запрещается эксплуатация транспортного средства, если установлены, ну, разумеется, на стекла дополнительные предметы или нанесены какие-то покрытия, ограничивающие обзорность места водителя. Ну, съемная тонировка может ограничивать, а может, как вы понимаете, и не ограничивать обзорность, это смотря какая тонировка. Поэтому не инспектор ДПС, на мой взгляд, должен решать, ограничена ли обзорность и есть ли основания наказывать штрафом в 500 рублей. А решать должен эксперт, имеющий специальные познания. Артем из Брянска оставил голосовое сообщение на WhatsApp Авторадио 8 915 459 20 20. Я виновник ДТП. Страховая выплатила пострадавшему деньги, а теперь эти деньги требуют у меня. Причина – отсутствие техосмотра. Это законное основание. Да, Артем, законное у страховой компании есть такое право. Называется оно право регресса. Ну, то есть, когда вы совершаете ДТП, вас признают виновным, страховая компания по ОСАГО, естественно, выплачивает пострадавшему деньги или направляет его на ремонт. А потом лихорадочно ищет повод, как бы эти деньги отобрать у виновника ДТП. Так вот, отсутствие действующей диагностической карты у виновника происшествия как раз и будет основанием для вот этого вот честного отъема денег. Ну, проще говоря, для регресса. Вот только надо быть внимательным и не поддаваться на уловки страховщиков. Имейте в виду, что потребовать у виновника ДТП возврата денег из-за отсутствия техосмотра страховая компания может не у всех, а в частности, например, у владельцев легкового такси, автобуса или автомобиля, предназначенного для перевозки опасных грузов. Надеюсь, вас это не касается. На этом все, друзья мои. Это была программа «Права руля» и ее автор и ведущий Виктор Травин. Видеоверсию программы смотрите на сайте авторадио.ру. До скорой встречи. Всем пока.